Сегодня мы с вами поговорим немножко про 58 лист DAF трактата Баба Батра. И здесь, прежде чем мы перейдем к очередной мишне, очень много агады. И уж вы решайте, как вы будете принимать подобные агады. Я уже рассказывал, что не все агады нужно принимать буквально. Есть много разных подходов к подобным легендам. Но, во всяком случае, они могут подсказывать какие-то вещи, которые наверняка не очевидны. Но я просто некоторые из этих агад приведу. Значит, основной герой большинства здесь агад это некто Раби Бина. Когда слышали про такого мудреца? Бейт нун алеф хей. Бина. Собственно, уже на предыдущем уроке, вот то, что мы рассказывали, когда обсуждали мудрецы, какая одежда у мудреца Торы, как выглядит стол у мудреца Торы, как выглядит кровать у мудреца Торы. Это все, на самом деле, Раби Йоханнан спрашивал у этого, мудреца Раби Бина. Может, это был его раввин, так считает автор Тольдо Танаем Ви Амураем. Это главная книга по биографии разных мудрецов. Если вы хотите узнать, что-то конкретно мудрецы, они прямо в алфавитном порядке в этом трехтомнике Тольдо Танаем Ви Амураем. Так он говорит, что Раби Бина был, видимо, учителем Раби Йоханнана. И он вообще считает, что, возможно, было два мудреца с этим именем, но вот главный, которым вся история здесь, он был очень, получается, поздно среди Танаев. Он был на границе между Танаем и Амураеми. Переходный период между мудрецами Мишны и мудрецами Талмуда. Так вот, здесь очень много его историй. Во-первых, мы узнаем, что он занимался тем, что обозначал, где могилы, чтобы коины не зашли и не стали нечистыми. Они сделали специальные знаки тогда, помечали могилы. И в том числе даже побывал в могиле Марата Махпила, где проховывали про отцы, и по традиции хазаль там считается, что Адам был похоронен. Вот. И тут такие истории удивительные совершенно, ошламляющие, что, говорится, что ему там сказано было не смотреть. И, в общем, сказано было, да, сначала, говорится, что когда он, значит, заходил там, где Аврагам и Сара, что в этот момент как бы Сара как бы перебирает волосы Аврагама. То есть он лежит у нее, его голова лежит у нее за пазухой, так сказать, и она ему перебирает волосы. И Рабибина стеснялся зайти, так ему говорят, зайди, типа, здесь в этом мире нету дурного наклонения. Очень странная гада. Наверное, Камень имеется в виду видений или какой-то намек здесь. Но, во всяком случае, он заключает здесь тому, что Сара была такой красавицей, и что все по сравнению с ней, как любая другая женщина по сравнению с ней, как обезьяна. И при этом сама Сара, она по сравнению с Хавой, как обезьяна. Да, что красота Хавы еще больше и так далее. Очень много интересных агад, но мы, конечно, мало понимаем во многих из этих агадах. Также заодно описывается про других великих мудрецов, какие они были красивые, что бы это ни значило, можно сказать, это духовное сияние какое-то особое, так сказать, у них было. Раф Кахана, Раби Авагу, Яков, наш праотец, немножко, говорит, был как Адам по красоте. Еще несколько историй про какого-то колдуна, который там пытался мертвых откапывать. В общем, очень много странных историй здесь. Но самая интересная здесь история, когда возвращается снова к этому мудрецу Раби Бина, оказывается, что он еще умел очень хорошо как бы догадываться на подсказки, которые люди говорили, он хорошо их умел расшифровать. Такой вот был хитрый мудрец. И в том числе рассказывается, что какой-то человек там завещание составил так, что непонятно, что он имел в виду. И Раби Бина единственный, кто смог догадаться, что имеется в виду, да, его подсказками, что именно имел в виду умерший. И также другая история довольно странная, что человек перед смертью услышал, как его жена рассказывает дочке, что оказывается все ее сыновья были от других мужчин, кроме одного. И он решил тогда отдать все свое имущество своему настоящему сыну, а все остальные мамзерям, да, все остальные бастарды, так сказать. И когда он умер, то непонятно было, а как понять, кто из них настоящий сын. Так Раби Бина сказал им, идите, говорит, к могиле своего отца и колотите там, пока он вам не сообщит. И девять из них побежали, а один остался. И тогда Раби Бина сказал, что вот этот скромный, который не стал издеваться над отцом, это и есть настоящий его сын. И потом описано, как его донесли на него тогда к царю, что он, понимаете, решает финансовые вопросы без всяких свидетелей, без обычной процедуры, и его сначала посадили, но потом его жена туда пришла и стала, опять же, говорить с помощью подсказок. И единственный, кто смог расшифровать, это ее муж, и тогда его, наоборот, сделали судьей. Видимо, не евреи местные сделали его судьей, римляне, наверное. И он там тоже им разные мусары и мудрые вещи говорил. То есть, например, он увидел, что у них написано, что любой судья, которого вызывают самого в суд, он не может быть судьей. В смысле, как может судить других, когда тебя самого судят? Так он говорит, ну и что? Мало ли, человека вызвали в суд. Правильно написать так, что любой судья, которого в суде приговорили, то есть его заставили платить, получается, он сам не заплатил, пока его в суд не потащили. Вот такой судья не может быть судьей. Да, того, что вызвали человека в суд, он еще не становится негашельным судьей, только если он был именно, оказался виновен. Ну, еще другие он там им советы давал насчет здоровья, что полезно. Еще одна Мишна у нас на странице 58, на второй стороне, обсуждает еще разные виды хазаки. Например, марзев, это то, с чего льется вода, но это какая-то маленькая трубочка. У него, говорится, нет хазаки, есть только у него место хазаки. То есть, если у меня на ваш двор льется вода, и вы это все время молчали, то при определенных обстоятельствах у меня теперь есть хазака, что будет литься вода на ваш двор, но не обязательно именно в этом месте, можно сдвинуть это место. А вот если там большая труба, или если лестница, которая постоянно там стоит, там тоже две виды лестницы, есть Мицри и Цури, если вот второй вид лестницы, которая постоянная, все это считается хазакой. И также разные виды окон. Бывают окна маленькие, которые еще не считаются хазакой, а бывает большое, которое должен был бы второй быть мохой, сразу же остановить, протестовать. Если он не протестовал, то теперь есть хазака. Во всех этих деталях есть много нюансов, и я, конечно, вдаваться во все это не буду. И если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!